В ночь на субботу неподалеку от Хабаровского дендрария горел деревянный двухэтажный барак. Вероятнее всего пожар возник из-за действия пиромана. Такой вывод можно сделать, осматривая место, откуда огонь стал охватывать строение. Пламя появилось с тыльной стороны барака, в нижней его части и ровно в полночь. В этот момент спали далеко не все жители восьмиквартирного дома. Те, кто бодрствовал, начали будить соседей. Да вон горит дом. А из-за чего? Не знаю, мы спали. А внизу здесь загорелось. А как узнали? Сыр меня разбудил. Один восьмик говорит, вот накинул на себя. Ожидая приезда пожарных, люди самостоятельно пытались тушить пламя, заливая огонь водой, принесенной с водоразборной колонки. Справиться самостоятельно погореться не удалось. Казалось, жильцы не дали распространиться пламя не дальше. Однако это была иллюзия. Огонь полз внутри стены, с каждой минутой все ближе подбирался к чердаку. Снимай, снимай, сделай. Давай, снимай, снимай. Жень, готовь ствол. Значит, площадь загорания приблизительно 20 метров квадратных. Работает два ствола обоя. Один на тушение, второй на защиту чердачного помещения. Звенок ДЗС от первой части. Как поняли? Дом люди покидали в спешке. Понимая, что ветхая постройка может вспыхнуть словно спичка. Попутно спасали документы и вещи, хватая то, что было на глазах. В суматохе кто-то забыл про кошку. Любимицу нашли и сами жильцы. Испуганное животное спряталось от суматохи за диваном. Кому нужно поджигать дом, жильцы даже не догадываются. Однако других причин, по которым могла бы вспыхнуть стена, пожарные не нашли. С места происшествия Константин Ковешников, Татьяна Шамбурова и Павел Рогатин. Продолжение следует...